Поиски восьми горняков на Руднике Мир будут продолжены, заявил сегодня журналистом вице-премьер правительства, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в город Мирный. О ходе спасательной операции и о новых заявлениях относительно планов алмазной компании в связи с аварией на Руднике расскажет Туяра Филиппова. Как говорят мирнинцы, для них время сейчас поделилось на до и после аварии на Мире. Вот уже вторую неделю все следят, а многие лично участвуют в беспрецедентной спасательной операции. Вода в аварийный рудник продолжает пребывать и спасателям приходится обследовать каждый участок, где могут находиться люди, разбирая завалы. Селевой поток, прошедший по горным выработкам, полностью запечатал глиной километры горных выработок, при этом разрушив все коммуникации, трубопровод, кабельную продукцию, а также машины и механизмы, которые сейчас спасатели вынуждены извлекать из горной породы и глины. Несмотря на сложность, работы будут продолжены. В каких сложных условиях приходится работать горным спасателем, удостоверился один из родственников шахтеров Алексей Марин, который вместе со спасателями спустился под землю. Вырезают трубы, валуны оттаскивают, готовят все, убирают завалы. Там не так все просто, как кажется. Главное сейчас найти людей. Одновременно будут решаться вопросы трудоустройства шахтеров в период простоя и помощи их семьям, заявил Юрий Трутнев, журналистом по итогам совещания, где обсудили вопросы ликвидации последствий ЧС на мире. Сегодня спасатели говорят о том, что по разным горизонтам они от полутора до трех с половиной суток надеются выйти на те зоны, где предполагается местонахождение людей, которые сейчас пропали без вести. На производственных планах компании авария сказаться не должна. Компания наращивает в год добычи больше, чем выпадающая добыча от месторождения в Мирном. Поэтому компания точно сохранит финансовую устойчивость и будет дальше работать и заботиться о людях. Что касается причин аварии, по словам вице-премьера, с выводами лучше не спешить. В течение месяца специально созданная комиссия изучит все обстоятельства произошедшего и озвучит официальные выводы. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Мирный.